Индексацию пенсий заменит справедливая мера. Так и решение заменить индексацию пенсий высказался глава правительства страны. До этого пенсии индексировались с учетом роста потребительских цен или прожиточного минимума пенсионера. В этом году из-за сложной экономической ситуации от этого правила пришлось отступить. Приняли отдельный закон, которым предусмотрели индексацию в этом году только на 4%. То есть без учета инфляции, без учета прожиточного минимума пенсионера. Эта единовременная выплата производится вместо доиндексации пенсии. Доиндексацию планировали выполнить с 1 сентября этого года. И вместо этой предполагаемой индексации предусмотрели единовременную выплату из расчета по 1000 рублей в месяц за период с 1 сентября этого года по январь следующего года. И получается 5000. 5000 рублей будут автоматически начислены в январе 2017 года всем пенсионерам и работающим и неработающим. В пенсионном фонде такую замену также называют адекватной. Если пенсионер получает пенсию где-то в пределах до 12 тысяч рублей, он естественно выиграет. Потому что у него прибавка пенсии после индексации была бы меньше. У некоторых пенсионеров, может быть получающие большую пенсию, индексация дала бы большую прибавку. Но вполне возможно, что эти пенсионеры работают и они бы вообще никакой индексации не получили. А это единовременно выплата год производится всем и работающим и неработающим. Поэтому те, кто выигрывает, окажется больше. По словам специалистов, такой порядок ежегодной индексации пенсий изменен только на 2016 год. Со следующего года индексация будет восстановлена в полном объеме с учетом роста инфляции или прожиточного минимума пенсионеров. Также на 2017-2019 года предусмотрено увеличение пенсий в соответствии с действующим пенсионным законодательством. Валерия Ермакова, Семен Соснин, телекомпания «Ветта».